МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ульяновской области о том, что им воспитывать своих детей и им помогать своим детям становиться предпринимателями. Потому что к этому нужно подталкивать, в этом нужно помогать, чтобы дети не просто вырастали и мечтали попасть на работу чиновникам. Федеральным иностранным предпринимателям презентовали технологическую долину. Гордостью ключевой проект Ульяновской области, нацеленный на переход от индустриальной модели развития экономики региона к постиндустриальной. Сейчас завершается уже проектирование технопарка площадью 30 тысяч квадратных метров. Он представляет собой шесть различных зданий, различных функциональных назначений, от исследовательских центров до офисных и специальных офисов, которые будут соединены прозрачным пополом в мае этого года. Сейчас, согласно официальной государственной статистике, доли высокотехнологичной продукции в наукоемких отраслях валум в региональном продукте составляет 30%. Высокий показатель не дал слабины в решениях руководства области. В нашем крае для развития инновации сформировали свою формулу успеха. С одной стороны, проста, а с другой стороны, достаточно сложна к исполнению. Нам нужно иметь самую передовую нормативно-правовую базу, которую мы сейчас по крупицам собираем, как внутри страны, так и за пределами Российской Федерации. Второе, для нас очень важно создать команду единомышленников. Третье, для нас очень важно, конечно, создать инфраструктуру. Немаловажным пунктом формулы успеха, со слов губернатора, является формирование атмосферы творческого подъема. О том, что предприимчивые люди готовы креативить, свидетельствует выставка проектов начинающих стартап-команд. Свои инновационные разработки участники тура презентовали на площадке Политехнического университета. Ребята из наноцентра, к примеру, представили образ умного дома без системы теплоснабжения. В будущем она не будет нужна благодаря специальной краске с обогревом. Сама краска позволяет наносить ее на любую поверхность, подключать сток, электричество и, соответственно, обогревать любую площадь, любую поверхность. Здесь вот можно попробовать, подойти посмотреть. То есть нанесена на дерево сама краска, дерево нагревается. Мы представляем команду Ульянского государственного технического университета, которые в этом году выиграли Всероссийский робототехнический фестиваль номинации «Автонет-18 плюс» с прототипом беспилотного автомобиля. И за эти соревнования ребята получили газель, настоящую роботизированную. Представители Московской школы управления Сколково отбирают лучшие инновационные проекты по четырем основным трекам. Информационные технологии, индустриальные разработки, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, а также проекты в области зеленой энергетики. Дальше участники туры отправятся на встречу с лучшими умами Белгорода и Улан-Удэ. Ринат Альулова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова